Микрофон лучше? Да, лучше. Задача учителя научить, задача преподавателя преподать. Я даю знания, а студенты хотят, берут, не хотят, не берут. В зависимости от того, либо продолжают учиться, обладают этими знаниями, у нее формируются, и умения, и навыки, либо они отчисляются. У вас, к сожалению, задача нетривиальная. Но, тем не менее, моя лекция сегодня посвящена трем основным вопросам. Чему учить, как учить и зачем учить в связи с вызовами современного общества, с развитием технологий и, в частности, проблематика операционного образования. И у вас, у нас проблемы одни и те же. Приходят сокращения учебных часов, про это я говорить не буду, это все прекрасно знают, это общая проблема. Но приходят школьники к нам на первый курс, и, к сожалению, большая часть времени посвящена тому, чтобы их приучить к этой среде. Они не могут у нас учиться, они не могут привыкнуть к этим стенам, для них этот очень огромный объем информации, особенно, хотя я представляю химико-биологический институт, это касается высшей математики. Не могут. Я ходила на лекции, которые ввел у нас профессор математики, он расчелывает вплоть до запятой все. Он досконально, но не просто, но почему непонятно. И поэтому с прошлого года мы ввели систему операционного образования. К нам ходит учащий, если сначала планировалось 10-11 класс, который привыкает к нам, привыкает к стенам университета, привыкает к методике преподавания и преподавателей-аспирантов и научных сотрудников. И потом, соответственно, поступив на первые курсы, на новый Лерчи. Да, эта практика дала положительный результат. Но так получилось, что мы настолько увлекли детей, что к нам стали ходить уже дети, начиная. Вот у меня в лаборатории нейробиологии и медицинской физики, как бы страшно это ни звучало, самый маленький мой сотрудник, так назовем ему, один секвент. И он сейчас пишет свою собственную программу «Лайк-дизлайк». Но об этом поподробно. Так вот, адаптационное образование. Чему учить, как учить и зачем учить? Прекрасно знаем, что количество информации убаивается. И сейчас надо научить ребенка отбирать нужное в этой информации. Чуть попозже, в последующих слайдах, я расскажу про то, как, может быть, научить, может быть, подсказать детям отбирать нужные статьи. Правда, неправда это сейчас, грубо говоря. Палочки должны быть оппендикулярны. Все, от этого мы уже ушли. Мы это уже забыли. К сожалению, это классика, это мой один из любимейших фильмов, но палочки у нас уже, как угодно, но не оппендикулярны. Дети уже играют решающую роль в методиках и преподаваниях. Этот слайд больше как ирония, так скажем. Исследование международной программы по оценке достижений учащихся показало, что в Российской Федерации существуют большие проблемы в формировании грамотности чтения, понимаемые в широком смысле этого слова и так далее, и так далее, и так далее. В итоге вывод школьной реформы 0-10-х годов не изменили результат российских школьников по исследованию ПИСа. Я могу сказать в отношении физики. Вот эти всезарубежные исследования, они нацелены на свою какую-то методику. Она нам, к сожалению, совсем подходит. Мы прекрасно знаем разницу между российским образованием, американским и европейским. Но когда нашим детям, вот что касается физики, дали задачи для подтверждения, для определения уровня развития их каких-то школьных компетенций, одна из задач было, почему, какая кран, индикация крана, горячей-холодной воды. Красная горячая, синяя холодная, правильно? Им задали вопрос, почему красная холодная, а синяя горячая? В Америке действительно так. Наши дети ответить не смогли. У нас все-таки жар, пламя и лед. Вот так мы чили. У нас дементритет такой, у нас культура такая. Мы не американцы, нельзя нам судить по американским шаблонам. Ну вообще никак нельзя судить. Американцы, в принципе, я согласна. К сожалению, к счастью, не знаю, если я сделал урок, у меня дома именно так теперь. Синяя – это холодная вода, синяя горячая, красная – холодная. Почему? Космос, астрономия, звезды. Красные звезды остывают, все, они умирают, они холодные. А синие, которые сидят, они только возродились, они горячие. У них очень сильное сечение и яркость. Ну, к сожалению, своим двум детям я это объяснила, но не впечатлила. Так у меня и осталось просто вот так, для галочки. Это все к тому, что оценивать наше образование по шаблонам международного стандарта достаточно проблематично. Всегда все равно, я считаю, общалась с многими учениками, учителями, преподавателями, в том числе и в Польше, и в Европе, очень сильно отличаются. Очень сильно просто отличается даже методика и даже и донесение материала, и методика разговора. Умите, не та культура, не те задания и не те методы оценки. Но, тем не менее, какие сделаны результаты, выводы по результатам этих исследований? У нас нет заданий междисциплинарного характера, да, у нас нет практикоориентированной направленности и далеких от жизненных интересов и социального опыта обучающихся заданий и системно-деятельностного характера. Простите, но вроде бы все у нас есть. Он может быть не ярко выраженным. Но, тем не менее, данные этого исследования повлияли на некоторые установки, так скажем, от Министерства образования в 50-й год. Что у нас сейчас? Метод проверки деятельности. Повсеместно развит. Везде и повсюду сейчас проверки. Я сейчас говорю про естественно-научный цикл. Я думаю, что в гуманитаре у нас в принципе тоже самое. Проект, что такое-то, какое-то деятельность, которая приводит к какому-то полезному, значимому, так скажем, результату. Будь то анализ каких-то статей, будь то переводная статья, могу ошибиться, извините, в гуманитаре их есть. Физика, биология, химия, действительно полезные результаты. Ребенок должен показать. Переходят к нам на конференцию дети, которые занимаются у нас в УФУ, неважно, как ВТУ, тоже по-моему занимаются с детишками тоже, калининградские уусы, переходят со школ, с областных школ. Ничего плохого сказать не могу, но школьники, которые с областных школ, хотя мы тоже для них открыты, у них все проекты сводятся к тому, что дети, например, исследуют водоросли, которые выпросила в Балтийской Европе. Мои спрашивают, а зачем? Вот просто зачем? Даже не у них. Дети все выступают, участие принимают, артификаты получают. Участники спрашивают, зачем? Неужели то, что происходило 50 лет назад, не знаю, сколько это Балтийское море, существуют и сейчас разные водоросли, и неужели там мальчик, который 200 лет назад смотрел тоже на берегу моря на эти водоросли, что-то изменилось? Изменилось. Да? Могу ошибаться, но учитель сказал, нет, но это же интересно. Вот я деликатый, от экологии, может быть, янтарь исследует, но уже дальше янтарь исследовать нельзя тоже. Не важно, какие проекты у нас. У нас все идет с упором на науку. Дети, школьные, как ни странно, обучаются лучше, чем студенты, потому что студенты уже учатся по шаблону, потому что у них есть установка. У кого-то получить высшее образование, у кого-то просто отсидеть на лекциях, у кого-то зацепиться в науку, у кого-то ехать за рубеж, была бы у нас клиника открыт, вот между фактором налажено. А дети, школьники, особенно вот 11 класс, естественно, нет, они уже, профильное обучение у них идет, 10 или 8 классы, как ни странно показывает статистика, они просто всеми фибрами души кидаются в эту науку, и вы знаете, у них такие идеи есть, которые нам не снились, потому что нас тяготят знания, их нет, они фантазируют. А как известно, большинство открытий основано на фантазиях, а почему бы нет, почему бы это не может быть. Дальше я покажу, что придумали наши дети. Итак, базовые технологии, которые мы используем, все это же самое, все это в знаниях. Но сейчас мы переходим, и уже практически переход этот свершился, от пассивного созерцания дети переходят к активному творчеству. Научное творчество, творчество в том понимании, в котором оно есть, но оно должно быть творчеством. Тоже слайд такой, который вы прекрасно знаете, я думаю. Как изменялся проблемный урок, вернее традиционный урок, извините, превратился в проблемный ориентированный. Сейчас, минуточку. Классический урок проверка знаний, домашние работы, объявление темы, объяснение темы, скрепление знаний. Теперь у нас создание проблемной ситуации, актуализация учениками знаний, поиск решения проблемы, выражение решений, преврение знаний. Осталось то, то же самое, все то же самое, но поменялась только последовательность. Идет разделения. Итак, теперь задачи, которые стоят перед всеми. Чему учить? Как учить? Зачем учить? Эти задачи, наверное, уже на протяжении, не знаю, века, наверное, не меняются. Чем учить? Что это такое? Это содержание образования. Ну, на самом деле, чему учить, если смотреть предметов, физика, математика, информатика, и дальше предметный язык. Как учить? Вот здесь как раз у нас заложена новизна инноватика. Технологии, методики и так далее. И зачем учить? Цель, которую ставят перед задой. Опять же, мне сложно говорить об учителях, я могу сказать о преподавателе. Зачем я учу? Преподаю, извините. Я все время спрашиваю это у студентов. К сожалению, наблюдаете печальные тенденции? Хоть у меня сын в этом году поступает в университет, надеюсь, что он поступит все-таки ко мне, но я не скажу, что деградация происходит. Я скажу, что может быть в силу развития информационного пространства в нашей области становится более ленивыми дети. Я не знаю. Но с каждым годом все меньше студентов отвечают мне конкретно на вопрос, зачем они здесь учатся. Они не знают. Если раньше я хочу быть биологом, я хочу быть физиком, я хочу это создать, я хочу, я разработать хочу лекарство от рака. Давай. Все. Все лаборатории, все в твоем распоряжении. Только учись. Сейчас они сидят. Ну, не знаю. Ну, разве надо. А зачем надо? Ну, не надо сейчас высшее образование. В принципе, не надо. С моим сыном объясняли. Ты мучайся. Ты если не хочешь идти в вуз, ты не ходи. Ты знаешь, ты очень хорошо готовишь. Иди поваром. Это очень хорошая профессия. У нас следствия нет. А почему бы и нет? Сейчас уже уходит эта тенденция, что даже, чтобы быть теперь далек, где-то там, нужно тепло, а выше профессионального образования. Мы уже уходим от этого. И слава богу, на самом деле, это огромное счастье. Потому что, когда Балтийский, немножечко историй, федеральный университет стал федеральным и забрал свое испечение все колледжи, у нас пропало сестринское тело. Мы стали готовить врачей. Хорошо или плохо показывать сейчас время, потому что вот первый выпуск у нас произошел, он открылся где-то 7-8 лет назад, а медсестер в Калининграде стал дикий дефицит. Нет, просто нет. И в итоге, два года назад те сетеринское отделы опять открыли, опять вернулись к среднему профессиональному образованию. Но так вот, чтобы ответить на вопрос, зачем учить, я не думаю, что это работа родителей, на самом деле. Я думала, что дети настолько сейчас рано развиваются, они сами должны дать себе ответ на этот вопрос. К сожалению, проблему создает рано-ранье профилизации. У меня дочь закончила 5-й класс. Через год она должна определиться. Я педагог, я преподаватель. Но через год мой ребенок должен определить, что он хочет учить. Будь то гуманитарный цикл, будь то лингвистика, физика или химико-биологическое направление. По-моему, еще и истории юриспродакции, гуманитарный гимназий не помню. Ну, не может она еще. А я ей боюсь подсказывать. Я не хочу ее подсказывать. Потом останусь виноватой, я мама, ты же сказала, мне идти на физику, ты физику любишь, я ее не хочу. Ну, нельзя сейчас. Я, это моя точка зрения, принципы, которые подтверждаются некоторой статистикой тоже. Ну, достаточно странно ранний профиль начинать в шестом классе, в седьмом даже классе. Пусть сначала пройдет, естественно, научный цикл, и дети поймут, что такое физика, химия и биология, и тогда они сделают, может быть, рациональный выбор, но дайте им право выбора. И почему в одиннадцатом классе, это наше лицеи, в десятом классе, в десято-одиннадцатый класс, у меня сын, учится химико-биологический класс, у него физика раз в мультиве. Ну, а вдруг он наводит в этом классе, он передумает поступать. Ну, он захочет физика, а он уже не сможет. Все, у него нет уже выбора, нет свободы выбора. Так вот, зачем учить, это вопрос, на который, наверное, дает ответ общество. Зачем учить? Я не могу сказать однозначно, я думаю, и вы этого скажете. Что происходит? Очень плохо видно, да? Давайте сочетаем. Цитаты не видны. Итак, современный человек за месяц получает отрабатывать столько же информации, сколько человек семнадцатого века за всю жизнь. Все это известно. В ближайшие десятилетия мы узнаем об окружающей мире больше, чем узнали за всю историю человечества. Много раз больше. Очень хорошая книга, метеохаку, физика будущего. С точностью все объяснило. Еще раз, я вчера рекламировала, сегодня рекламировала, потому что я сама читаю книги по физике, я всегда вчитываюсь в физику. Если не дай бог, я даже фантастики нахожу неточность, выбираю. Здесь ни одной точности не дошла. Очень интересно, я даже узнала много чего интересного. Итак, что происходит? Эволюция глобальной экономики знаний, быстрые и существенные изменения в объеме информации и доступности. Не надо утруждать в себя, чтобы искать честную информацию. Что было раньше? В библиотеке? Быстой очередь, может быть. Убедись в том, что нужно тебе книг из наличия, и прийти потом, сядь в читальном зале, подсчитать, выделить, запиши, это же все работает, это полностью все работает. То есть моторика работает, мы же генететики, визуалы мудить, да? Работает моторика, работают глаза, визуальное восприятие информации, мышечная память, все работает. А сейчас что? Я залезла, кликнула, набрала, что мне надо в Google, я и вы еще проверите, достоверна ли эта информация. Мы это можем сделать, у нас есть жизненный опыт и знание. Дети нет, дети спокойны. Первого источника могут списать, не про всех сейчас говорю, но бывает такое, что дальше будут статьи, которые дети мне приносили. Ученые изобрели лекарство от рака. В толстых. Говорят, ну ничего себе, а я не знала. Но они в это верят. Информация, она доступна, но в своей доступности она очень опасна на самом деле, потому что очень много врачи говорят, когда больные хотят сами себя вылечить, диагноз ставят себя с помощью Google, они называют Google помойка. Вы опять ввозили в этой помойке, ну если так, то лечите других. Ну, все-таки надо уметь работать с информацией, особенно дети. А теперь немножко про технологии, нанотехнологии, нейротехнологии, биотехнологии. Все это приложение школьного образования. Просто пять минут история, да? Нанотехнологии, все прекрасно знаете, что они были, развитие было, у нас финансирование, грантовое, нанотехнологии началось где-то в 8-х годах, в 2008-х годах, буквально вот нанотехнологии еще остаются критическим направлением развития науки техники Российской Федерации, но уже плавно сходят вниз, потому что, в принципе, продукты уже основные получены, дальше идет такая тонкая наука, что технологии создания оборотов не за ними успевают, там, как пленочная электроника, фотопольтамика, и же с ним. В этом мнении нанотехнологии были. Более того, у нас были проекты детские по нанотехнологии, этим мы привлекаем детей. Дети очень заинтересованы, дети их выполняют с удовольствием, мы открыты для всех, и цель моей лекции, скорее всего, не научить вас чему-то, а не повысить даже какой-то вот уровень знаний в каких-то вот технологиях, а просто донести то, что школам надо работать с университетами, и университет не вправе от этого отказываться, потому что это единая общая цель. Нам нужны студенты, потому что у нас все это зависит от количества студентов, а вы заинтересованы в том, чтобы дети получили качественное высшее образование, но чтобы убедиться в том, что оно качественное, надо убедиться сейчас, а убедиться можно путем проектной деятельности. Так вот, нанотехнологии, день рождения нанотехнологии, известная, когда Ричард Теймон выступил со словами «там внизу много места», много остановок с ним будет, где они применяются, везде. Сейчас, ну как, стоит за вас мобильный телефон, нанотехнологии там есть. Это аккумуляторные батареи, так как наночная электроника, литий-ион, в том числе солнечные батареи, упрочивающие покрытие для ревших предметов, пластыр с ионами серебра, если это не легирование, не окунание, а напыление, действительно, ижественное. Мы везде их используем, в промышленности, в оборотке, везде. Просто самое страшное слово, вот это вот продукты, которые представлены на рынке с помощью нанотехнологий. Нанотехнологии. Но, перед тем, как заниматься детям нанотехнологии, красивое слово, очень красиво. Чем-то, какой у тебя проект? Проект по нанотехнологиям? Молодец. А что такое нанотехнология? Ну, это вот работа, восьмой класс. Это работа вот с птицами, с элементами, тонкоплёночными покрытиями размером с нано. А что такое нано? Восьмой класс. Нано это как, по-гречески, действие на девятой степени. Понятно. Шестой класс. Что такое нано? Нано это, ну вот я стою перед домом, у меня пушинка в руке. Дома, да я пушинка, это вот наночастицы, солнычка. Ну, как многоэтажный, нанострён. Молодец. Понимаете? Хорошо. Ребята, посмотрите, пожалуйста, статьи девятой класса. Скажите, что сейчас происходит в области нанотехнологий. На самом деле, это тест. Тест определить ребёнок, действительно, какой уровень развития, саморазвития, общего развития жизненного, жизненного опыта у ребёнка. Вот. Наночастица золота, боге с ракой. Ребята, давайте разберём. Вот по пункту. Пациенту вводит препарат, содержащий триолионы наночастиц. Ради бога. Благодаря биополимерной оболочке иммунная система их не видит, поэтому они с кровотоком путешествуют в организме. Уже странно. На самом деле, да, иммунная система не видит. Но антитела распознают в клетке опухоли, прикрепляют его частицу. Ну, в принципе, можно. Да, пациента помещают в высокочастокное магнитное поле, а магничное яйцо наночастиц разогреваются. Температура убывает в раковой клетке. А теперь вопрос. Ребята, давайте подумаем. Клетка, кроме, размера, какой она? 15-20 микрон. Ну, 4-5-20 микрон. Наночастица, это нано. Разница у них достаточно большая. Если наночастица попадет в клетку, она может попасть? Ну, да, она же меньше. Конечно, она может пройти через мембрану спокойно. А что будет с клеткой? Не знаю. А как узнать? Ну, наверное, в электронный микроскоп. Нет, не получится в электронный микроскоп, потому что клетка, она университет состояние. В электронный микроскоп высокий вакуум, а с низким вакуумом ты не видишь, наночастица. Опять же, а что будет дальше? Высокочастокное магнитное поле. Что будет со здоровыми клетками, в которые попали? Дети начинают думать. Они учатся мыслить, не думать. Думать мы все умеем. Мыслить. И дальше они действительно начинают мыслить. Потом, ну, еще это, наночастицы для борьбы с калифсом, то же самое. Ученые создали наночастицы со сложной структурой, содержащие... Молодцы ученые. Новая технология позволяет прицельно, вот это мне нравится слово, прицельно, доставлять лекарство в зону особой уязвимости зубной внимания. Ну, бог себе, может быть какая-то химическая реакция взаимодействия с галиозной тропностью. Наночастицы можно будет добавить жидкость для полоскания рта, зубную пасту, зубной гелем. Они опять попадают в ингиво в организм. Что будет? Дети уже начинают мыслить, начинают уже смеяться. Это вот сделали дети, на самом деле. Это школьники делали, школьную группу. Они уже достаточно смешные картинки ставят, да? Новые наночастицы не просто садятся, убивают, они прикрепляются и выпускают, пронесовывая именно в этих зонах, где... Ну, смех сквозь слезы, но дети уже понимают, они уже не верят. А статья-то оформлена красиво, а статья-то на формуле-то еще написана на английском языке, ее же перевести еще надо. То есть мы преследуем несколько целей без английского языка сейчас никуда, если ты хочешь учиться и заниматься наук, да? И они уже начинают понимать потихоньку. И кто больше таких статей не принесет, тому и бонус. Бонус, ну, обычно, у нас обычный бонус, существуют браслетики химико-биологического института, мы их заказываем по тысяче штук, они у нас лежат, разных цветов, и в зависимости от достижения ребятка мы награждаем. Дети ходят иногда вот, да вот, эти браслетики, молодцы, да вот, эти браслетики ты получишь светоотражающие, копейки, ничего не стоит, детям-то приятно, какое-то достижение, а уж когда ты получишь какие-то действительно такие идентины, на какую-то преподаж еще его оплатишь, ты получишь металлический значок на властном бюджетах, работает, потом уже начинает искать хорошие статьи, да, наночь, дети в Селебрад, они уже думают, они думают, они умолюстят, они действительно люди муслищие, даже восьмой класс, они могут работать с научной литературой, не надо недооценивать детей, ни в коем случае сейчас никого не про не говорю конкретно, просто вот, просто не надо их недооценивать. Дети иногда лучше, чем студенты, самая очищающая трава, это уже дети еще действительно хорошие статьи, почему лотос, не единственная трава, которая остается чистой, извините, из-за лотоса, не потому, что у него шипики в окно, или вот грязные, потому что достаточно плосые, у нее поверхность в листа лотоса, это пупрышки, шипики, как угодно, на эффекте лотоса строится сейчас трава, на основе которой делаются аккумуляторы, повышение поверхности полезной. Опять же, но нам технологии еще и продаются. Вот это вот, этот костюмчик, извините, по-другому не назовешь, может, он губился. Это уже задачка, опять же, треть. Ребята, пожалуйста, вот вам реклама про этот костюм, скажите, чего быть не может, что здесь не так? Ну, во-первых, хотя бы, потому что мы решаем задачку и рассчитываем, сколько он весит, весит он 17 кг. надеетесь на ребенка на своего этот костюм. Может быть, он сохранит тепло, да, скорее всего, сохранит, но ребенка просто достаточно тяжело он, наверное, будет ходить. А потом, вот это вот очень напрягает на самом деле. Самое интересное, что костюмы продаются, а кто же покупает? Покупают же взрослые люди. А если детей учить изначально, потому что информация всей доверять нельзя, даже если она научная, она может оказаться лже-научной, неполезной, абсолютной, то, может быть, и шарлатанов станет поменьше. То же самое. Дети налить все, что продается с нанотехнологиями. Дети нашли напыляемая кожа для лечения ожогов. Естественно, с каждого свой иммунитет, что-то за ерунда. Дети уже начинают искать. Это уже соревнования. Мазь для лечения варикоза с наночастицами, тоже мазь, по-моему, и нанослим, не знаю, слышали или нет, в качестве отступления в Америке продавались клипсы. Нанослим, нанослим, которые надеваешь на уши, занимаешься чем хочешь, ешь что хочешь и худеешь. А что там такое, американцы? Объясняемо все очень просто. Главное, побольше умных слов. Наночастицы, я не помню, чего помню, сирида, создают высокочастотные, магнитные, покривые поля, на основе которых кровь разжижается и какая-то такая ерунда, ну такая лженаучная, что люди доверили и в итоге американцы уже был репортаж по телевизору и не в коем случае не покупайте эти клипсы. Продажи пошли бешеные. Слово нано, наука емко, высокотехнологично. А почему нет? Человек же, извините, твои венимые, это биологи говорят, я не хочу ничего делать, я хочу похудеть. Я раз нацепил, что хочу похудеть, я буду в это верить. Ну конечно, я поверю, я уплю. А дальше он будет, что будет. Дети спокойно уже все это раскусили. Идем дальше. И вот, пожалуйста, это проект у детей, который выполнен у нас в Уфу и Минникант в лаборатории нейробиологии и медицинской физики. Дети придумались сами. Где-то анализы статей. Естественно, они помогали студентам. Я не люблю слово «одаренные дети» и не понимаю этого слова, хотя у нас есть «Школа развития одаренных детей». К нам они ходят. Детки и детки. Кто-то более внимательный, кто-то более рассеянный, кто-то победитель Олимпиады, кто-то занял какое-то первое место на конференции. Не дарить такое слово, какое-то лаборатория физика, оно не совсем понятно. Есть старание, есть умение учиться, есть способности какие-то, которые можно развить, кстати. Но вот, пожалуйста, студенты третьего птица и, по-моему, группа школьников в 40-й гимназии, сейчас могу ошибиться, у меня в лаборатории 10 человек, из них 6 аспирантов, 4 студента и 20 школьников, которые к нам ходят, выполняют проекты. Поэтому я уже запуталась, они все разные, но они группками-группками, триминанты. Контрастное место для МРТ. Ничего нового, абсолютно. Американцы это уже сделали, испытали на крысах. Но для того, чтобы понять, что это можно делать, надо было прочитать американскую статью на английском языке. Рома пришел и сказал, я хочу заниматься, я хочу делать какие-то вот, я хочу сделать что-то вот, ну, проблему неурак в семье, вот что-то полезное. Я говорю, слушай, ну, мы материаловеды, в принципе, мы очень не дружим с вашим политехническим университетом, там тоже материаловеды нехорошие оборудования, подумай, что можно делать. Говорю, все, МРТ-метод сам уже изучит, а вот контрастные агенты, посмотри, ну, то, что пьют, чтобы контраст создать, например, поле подсвечивает, зона опухоли, нет, опухоли видно на экране, спокойно, господи, врачи ее отзывают. Вот, вот, контрастные агенты, какие бывают? Годолиней, что там еще, оксиджелеза еще что-то. Я говорю, ну, смотри, в основной массе это редкая земля, таблица Менделеева это главное условие любого моего кабинета, причем она огромная, учись. Вот, редкая земля, а что еще можно сделать? Начали думать, потом начали смотреть статьи. Что мы сделали? Мы взяли, создали углеродную нанотрубку в политехническом университете, взяли Годолиней, вернее, Годолиней окружили углеродной нанотрубкой, вот он какой получился, и что у нас получилось? Углеродная нанотрубка это углерод, правильно? Углерод это грязь, у нас углеродная форма жизни, грязь это вечная, она попадает, она не страшная, она абсолютно биосовместима в углерод. Вот, что происходит с человеком? Человек, потом мы убедились в том, что это действительно Годолиней, что это не просто, он усплерод, одним из методов, человеком что происходит? Он выпивает, Годолиней все равно свои функции сохраняется, опухоль подсвечивается, а потом, нет того рисунка, он выпивает раствор из таких вот шайбочек, кремниевых. Химия, кремниев, взаимодействует с Годолиней, Годолиней просто попадает в эти шайбочки и выводится спокойно из организма естественным путем. Песок все ели, крем, оксид крем. Человек чистый. Проверяли на крысах, проверяли у нас, ну, просто вот у нас, в Калининграде нет ветеринарного МРТ. К сожалению, на взрослые нас не пускают с нашими крысами. Поэтому вот это вот, вот это вот проект ученика. В содействии, конечно, со студентами, естественно, он, конечно, не делал ни сканирующий электронный микроскоп скана, ни ЭДС не делал, но была его идея, он разрабатывал, и потом все, что он сделал, посмотрел на тот покайный микроскоп и получил изображение. Но идея-то хорошая, идея интересная, идею подхватили даже вот наши материаловеды, физики, чтобы он найдет дальше. Мальчик поступил в химико-биологический институт. Физику он почему-то не вошел. Следующий проект. Материалы для имплантологии, тоже дети. Импланты. Просто импланты. Из чего? Титановый сплав обычно, да, раньше был. Это проект 30-х годов. Титана не биосуместимый материал, не совсем. Все равно накапливается металл в организме, и может возникнуть металлоз. Поэтому титановые спицы всегда раньше поставали, обратная была операция. Сначала им ставить, потом достать, чтобы на этой проблематичности включиться. Аксид титана. Бьюссом, стимул материал. А если монотитана, пылимпленку аксидотитана, благо в БФО, оборудование не есть, и посмотрим, как это действует на крысах, потому что крысы, у них цикл жизни намного меньше, чем у человека, то есть, там, по-моему, за один год 30 лет, что-то такое. Крыска у нас поживет один год, причем побегает в колесики. Ну, извините, мы препарируем, и посмотрим, с ее внутренним органом на привет металлоза. А, забыла, что вы мне назвали здесь. Здесь собака. Просто собаке повезло. Просто она сломала лапу из моего подъезда. Мы ее подобрали и поставили вот такой имплант. Вот. Собака, как и диринар сказал, на следующий день рыла лапу, рыла землю одинаково левой и правой лапой, после чего к этому диринару больше не обратились. Перевязочный материал. Тоже один-один из школьных проектов. Тот же самый Акси Целебра. Но здесь, к сожалению, школьники делают достаточно мало и просто помогали испытывать на животных и собирали статистику. Тем не менее, школьный проект. Абсолютно школьный проект. Вот у нас есть перевязочный материал Johnson & Johnson. Вот такая вот, такой рулончик стоит порядка 150 рублей. Есть немецкие тоже повязки, стоят порядка 120 рублей, по-моему. И мы делали просто обычную марлю. Просто марлю. Купили огромный рулон обычной марли, набрали акси Целебра. Незрачная, здесь не видно. Белая марля и сверху серая. Но тем не менее, посмотрели на микроскопе, это была, кстати, детская идея, посмотрели на микроскопе, вот эта вот проволока, это Johnson & Johnson & Johnson. Вот это, вот это наши повязки. То есть, Johnson & Johnson, мы были сами с педуэлами, накладываешь на рану, а потом просто отдираешь зажившей тканью. Чем они помогают? Я не знаю, может быть, специальная мазь нужна там не написана, может быть, что-то. Наши повязки ни в коем случае на рану не надо, мазь, да, обычное мазь, Мишневска, всего, что угодно. И, пожалуйста, вперед из песни. Заживление намного быстрее. Отвердел Джей, которого, кстати, выпустили у нас. Ему просто тоже повезло. Он попал во время реализации этого школьного студенческого проекта, его выпросило, нет, он попал в сети балтийским роботом, они привезли на берег, Солярой стало жалко, судя по всему, чтобы вывезти несчастное уделение обратно, и они подбросили ночью его по двери зоопарка. В таком состоянии он попал в клинику, но его заживно начали такие животные, собаки. Вот он с нашими повязками. Через две недели. Шрамы остались. Но почему-то тюлени этого несчастного отвезли в Питер и выпустили в ЗЭП. Вот для ЗЭПа, для меня загадка. Почему же палтики его и выпустили? Ну, теперь мы с ним сфотографировались. Теперь меротехнологии. Нанотехнологии закончились, пошли меротехнологии. Дети, кстати, намного способнее, чем даже взрослые в области меротехнологии. в части придумывания какой-то идеи. Мера – это очень интересно. Это очень громкое слово. Сейчас меротехнологии – это президентская очередная инициатива. Выделяются большие деньги под гранты. Определены основные рубинки, нейрофарма, нейро-метехника, нейрообразование, кстати, и нейрокоммуникации, и нейроспорт, если я не ошибаюсь. И дети очень этим увлечены. Для сравнения нанотехнологиями, созданием каких-то медицинских разработок и так далее, у меня из этих всех школьников занимаются пять человек. Остальные – нейро. Они все пошли на ней. Они все очень хотят изучить, что такое головной мозг. Самые таинственные органы нашего тела. Здесь они разделились. Нейробиология, медицинская, физика, лаборатория. Те, кто хотят с аппаратной частью работать у меня, остальные идут в нейробиологию. Они изучают клетки головного мозга крыс с помощью конвокальной микроскопии и снимают видеоизображения и так далее. Я не биолог, это другой руководитель. У меня они работают, пишут программы, управляют роботами силой и мысли. Теперь это уже достаточно можно. Мы купили необходимое оборудование, более того, мы сами его разрабатываем. И дети сейчас, в данный момент, находятся в Москве на конкурсе Junior Skills нейропилотирование. Одна из наших команд заняла первое место по Московской области, вторая — по Калининграду. Ну, учитывая, что калининградцев в свое время обыграли тех, которые заняли по Московской области, Калининград по инфонофедеральному уровню. Посмотрим, чем закончится. Передаклинировые технологии, я думаю, достаточно уже всеми известно, что это такое, но все-таки. Четыре группы. Интеллектуальные исследования, программные исследования, продукты соцнаправленности и управления общественным мнением. Интеллектуальные исследования, управления. Представляем сразу экзопротез, экзоскелет, инвалидные коляски. К примеру, в Стивенхлобе. Почему нет? Программные средства, процессор, материнская плата и вообще устройство компьютера, принципы головного мозга. До сих пор непонятно, как быстро наш мозг реагирует. За одну секунду 10 миллиардов нейронных сетей задействованы для решения какой-то проблемы. Компьютер пока так не может. Мы обучаемся, компьютер не обучается. Нужны самообучающиеся системы. Компьютер нас потом не поработит. Но пока это остановится, дается только в области этики. Посмотрим, что будет дальше. Продукты соцнаправленности. Это болезни Альцгеймера, Паркинсона. Все, что затронуто, связано с нарушениями функций головного мозга. Для России это не является большой проблемой, потому что, насколько я знаю, она даже диагноз такую не ставит. Для Европы, да. В Европе победили на большие деньги, но чтобы решить эту проблему, надо исследовать, построить карту головного мозга. Вот этим занимаются тоже, в том числе и ведущие университеты России. Исследства управления общественным мнением, нейромаркетинг, нейроэкономика, ниже с ним. Пример. Большие магазины, камеры, которые с биологической обратной связью, они смотрят, оценивают вас по гендерному признаку сначала. Мужчина вы или женщина относят в программу умные, относят в какую-то из категорий, потом смотрят, куда направлены глаза, что вы берете, потом строите статистики, эти продукты прячутся. Чтобы дойти до этих продуктов, которые чаще сверут, вам надо достаточно долго пройти, учитывая, что у вас большая проживка, вы еще что положите. Эксперимент в некоторых магазинах, не во всех пока, но скорее всего, к этому все и придет. Итак, где они применяются? Ну, естественно, нейротехнологии могут быть использованы везде. Так же, как нанотехнологии сейчас повсеместно используются в нашей жизни. Что дальше будет? Они сейчас будут развиваться. Это высказывание известных физиков. Нейроналки, нейротехнологии становятся локомотивом. Скорее всего, это возрождение всего не начала нового. И нейротехнологии должны выйти из лаборатории и войти в нашу жизнь за картинками на лице. Они уже вышли. Мужчина используется. Уже можно купить нейроэмоции, игры, которые у вас виртуальная реальность. Почему нет? Это воздействие, прямое воздействие на ваш мозг. Ничего страшного нет в этом. Мне надо этого пугаться. Главное, не остаться в этой виртуальной реальности ребенку. Потому что там хорошо, там понравится. Надо выйти из нее. А это уже зависит от психологического развития. Ушки. Вчера я на лекции рассказывала, что вы зовут, что японцы. Молодцы. Знают, как продать товар. Ушки, на самом деле, не являются научной продукцией. Часто уходят. Но они закрепляются на голове, в качестве ободка и на тех зонах головного мозга, которая отвечает за эмоциональный настрой. Мальчик-девочка, парень-девушка. В ночном клубе надевают ушки, ну или просто по улице. Японцы разгуливают по улице с этим ушком. Я говорю, смотрю на юноша, он мне нравится. Я смотрю на него, у него ушки вверх. Он смотрит на меня, я ему не нравлюсь. У него ушки раз вниз. Проходим дальше. Не теряем времени. Раз, у него ушки вверх. А почему бы и нет? Вот Александр Яковлевич Капанович вчера уже говорил, хотя известный профессор, разработчик нейроустройства. НГУ на злоу носу его купил на этих ушках. Ходил по лабораторию с этими в этих ушках. Ну как-то он не особо попадает иногда. Ну не зарабатывает всегда. Ну были такие смешные моменты у него с этими ушами. Но тем не менее, это один из самых продаваемых продуктов. Почему? Ну потому что подоплека какая? Секс. Да? Секс, что там, фильм ужасов, кровь и еда. В принципе, это не мои слова, это слова биологов. То, что интересует человечество. Посмотрите, у нас фильмы. Самый используемый сайт это порнохаб. Фильмы, которые идут по телевизору, в большей части это триллеры. Страшный адреналин. И реклама. Майонез. Там, я уже не знаю, какие там майонезы, все вот это вот, вот это мизин. Давайте, я пойдем, пойдем. Я больше не могу, с кешь мизин уже и дальше, извините меня. Ну, хорошие рекламы. Дальше не будет. Вот. И поэтому мой фонсознание, а что не дает. Следующая технологическая революция будет связана с нейротехнологией. Нейротехнологии уже есть. Они есть у вас. У вас есть нейропарма. Его сделал, вот не Болитех. Вот я не помню, кто его сделал, я его не видела. Но очень хорошего устройства. Вы к нему подходите, он нас сканирует и понимает, в зависимости от того, насколько вы устали. Почему? Он определяет по импульсной активности вашего головного мозга, что вам лучше налить, покрепче или полегче. Это устройство было показано на выставке, всем оно очень понравилось, очень интересно. Дома было бы неплохо его иметь, но так вот для науки тоже не представляет, никакого вам пока интереса. Просто игрушка. Как и вот эти игрушки. Boston Dynamics. Америка впереди всех. Boston Dynamics. Самые крутые роботы. Очень красивое видео. Интеллектуальная робототехника. Человек, коза, косуля, лось. Они идут изумительно. Полностью повторяют механику, биофизику настоящего животного. Полное повторение. А у них есть видео робот на свободе. Смотрите, не пожалеете. Очень красиво. Но это же Америка. Это же далеко. Когда мы еще до этого дойдем? Бофе униканта. Таракан. Всего лишь таракан. Извините, у нас нет 150 инженеров и 250 миллионов долларов. У нас есть 500 тысяч и 3 инженера. Мы сделали таракана. Таракан полностью повторяет биомеханику таракана. Таракан ведет себя как таракан, прячется в темные места. К сожалению, мы физики, мы не знали, что таракан не пятится назад. Первоначально наш таракан ходил за домом. Потом нас биологи поправились. Мы сказали, что с ума сошли? Таракан единственное насекомое, которое зарезет плохо и не вылезет. Оттуда его надо вытаскивать. Он за домом не умеет. Не надо. Вот наш таракан. Судьба таракана достаточно интересна. Корпус, все, он полностью мадагаскарский таракан. Повторяет. С виду хочется, когда он бежит, хочется его, конечно, шлепнуть. Если бы я не знала, что он стоит 500 тысяч рублей со всеми его программами, запчастями, расходниками и так далее, я бы, наверное, его все-таки раздавила. Тараканы подарили именно с того образования. Потому что с тараканом наш университет еще пока не готов к такому большому пиару. Когда на сайте Палестины, по-моему, то ли какой-то там приближенный к Минопру и к Абаду их написал, что у Путина появился таракан-разведчик, которого запущат куда-нибудь. Наш ректор у нас вызвал и сказал, что теперь убирайте этот таракан, что тут вообще про таракан ничего не было. Гремело все. Но нейротехнология, индивидуальная робототехника, пожалуйста. Три инженера, 150 инженеров, 250 или 150, я могу соврать, там много миллионов долларов больше сказать, 500 тысяч рублей. Биофизика, биофизика, да, здесь у них больше денег про накопытные, а у нас насекомые. Почему нет? Нейротехнология в России тоже есть. Вот, пожалуйста, разработки, в том числе и детей, которые в таракане тоже принимали место. Ветеринарный ошенник, устройство для диагностики сердечно-сосудистой системы человека. Это делали мы, это грант у нас в Министерство образования и науки, дистанционное устройство для диагностики. Это делали дети. Это школьный проект, абсолютно школьный, ветеринарный ошенник. Собаку приходит, то же самое, школьный проект, дети мыслят намного лучше, креативнее, я бы сказала. Собака приходит, у кого есть животные, меня поймут в клинику, и что с ней происходит? Ее трясет, неприятный запах, и у нее стресс. Снять ей НКГ практически невозможно. Это нереально. Брач приходит домой, она понимает, что это такое, у него пахнет кровью, собака чувствует, попробуй сними ее, и у нее сердце будет выпрыгиваться с груди. Моя просто гладится, не знаю, как другие себя ведут, но моя просто лобра, падает, это нереально. Пожалуйста, устройство, собаки, дома, брачу дает варенки, не надо самому-то купать, не надо разбирать в этих графиках, схемах, это все придумали дети. Вешается браслет, который располагается у нее на одной из зен, я не ветеринар, ветеринар говорил, как его располагать. и потом данные, пульсовые волны частоты сердечных сокращений записываются хозяину на телефон, специальная программка, ничего не стоит, ради бога. А с телефона они передаются в интернет, вещащему ветеринару. Ветеринар из своей программы, он залез посмотрел, «О, это собаки, такой-то, такой-то». Собака бегает, делает все, что угодно. Ради бога, без разницы. Снимает определенное время. Потом надо вызовет, ну, хотя бы машинник забрать, наверное, вызовет. Он, говорите, либо у метухикартического собака может быть, не знаю. Но, по крайней мере, все же собака спасена, уже не надо, вот эти вот пережилания вешены, это экономия времени, это экономия времени врача, это экономия вашего дня. Главное, чтобы в северинаре на это согласились. У нас вот вывезли. Детский-детский проект. Этот проект представляла ученица 10-го класса 40-го гимназии, причем Дмитрия Ливанова тоже, когда он к нам приезжал. Она рассказывала про этот браслет. Изначально он укрепился у нас в науке. Это все то же самое. Нейротехнологии, мозг, компьютер, интерфейс, это программа, которую сейчас пишут наши детки, лайк-дизлайк. Детские идеи. Сначала она мне показалась бредовой. Потом я подумала, а почему бы нет? Мы сейчас все, в соцсетях находимся, а, вернее, общаемся. Нравится лайк. Не нравится, у некоторых есть дизлайк. То есть нравится, не нравится. Устройство, которое не позволит вам соврать. Этическая сторона оставляет желать лучше. Конечно. Но соврать вы уже не сможете. Вы просто смотрите на картинку, находитесь в шапочке для ЭП, дальше, либо в этом в ободочке. Если вам нравится картинка, у вас автоматически уже глазка, мы его выбрали, сердечко нажали. Не нравится дизлайк. Экономия времени, и дети, они маленькие. Они понимают, что есть еще лучшее плако. Но, по крайней мере, задумка интересная. Только не для лайк-дизлайк, а может быть выбор какого-то оптимального решения все-таки. А не лайк-дизлайк, но тоже разработка детей. И следующее, что нас ждет, это нейронет. Считали, слышали, наверное, нейронет, 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 нейронет. Что это такое? Это разделение интернета на интернет людей, интернет искусственных ракетов, интернет вещей. Тоже, наверное, слышали. Если проще сказать, люди уже будут общаться с помощью нейроинтерфейсов. Мы к этому придем. Мы сейчас к этому можем скептически ко всему остаток относиться, но тем не менее все ходят с мобильными телефонами. А сто лет назад в Хиггсток, когда я в школе училась, в 97-м году я закончила школу, даже не думала, что у меня будет мобильный телефон. Я в физико-информате с правопреподавания. Я учила физику, информатику, я не верила, что тогда пейджеры были. За меня, мой мобильный телефон, в фильмы смотришь, там вот эти вот кнопочки с такой вот антенной. Ничего себе! Ну, пожалуйста, вот у нас чего-то и конечеств, тонкий, все-все-все, ноутбук, который висит как бумага. Мы в это не верили, а прошло-то всего лет 15. Неизвестно, что будет через 15 лет, технологии развиваются. Ну и, пожалуйста, интернет-людей, интернет-искусственный хоккей, интернет-вещей. Интернет-вещей очень просто. Вещи, умный дом, слышеный тоже, наверное, в холодильнике заканчивается молоком, в холодильнике через интернет заказывает вам молоко. Молоко привозят. Вы вообще ни о чем думаете. Просто программа, программа думает за вас. Фантастические фильмы, я согласна. Но дети, дети верят в это. А дети это и будут делать, на самом деле, потому что они наше будущее. Вот нейрообразование. Задача нейрообразования. Оптимизация индивидуальных обучающих программ, предсказание эффективности, разработка повода и стимуляция интегральной деятельности, и анализ данных учащихся для отгружения предикторов эффективного и неэффективного обучения. У нас сейчас это проходит. Ну, картинка немножко не соотносится. Это мои детки, которые вот в мере пилотирования участвуют, управляют роботом силой мысли, ну, с помощью сигналов АЭК. Не особо радостные, потому что уставшие в Москве были. Это единственная фотография, которая на ноутбуке мне оказалась. Этим мы сейчас занимаемся. То есть, мы сейчас проводим эксперимент на базе нашей лаборатории. Виртуальная реальность. Есть же такое, на самом деле, есть проблема, что некоторые дети не запоминают на слух информацию, некоторые не запоминают визуальную информацию, которая ярко выражена из колеси и кинестетики. Но если будет виртуальная реальность, виртуальная лаборатория какая-то, попробуйте, просто попробуйте. Мы сейчас закупаем очки виртуальной реальности, мы сейчас разрабатываем программу и просто детишек посадим и трогаем. И посмотрим, что получится и по гендерному признаку, и по возрастному признаку, и по успеваемости. Просто посмотрим, может быть, информатизация нашего общества, глобальная информатизация, технологизация, как хотите назовите, уже не люблю слово «породила», а уже сложилось так, в силу вот этих факторов, что есть дети, которым нужна виртуальная реальность, которым надо что-то виртуальное видеть. Создаете виртуальную лабораторию, дистанционное образование, не люблю его на самом деле, потому что отношение физики, химии, биологии, оно оставляет желать худшего. Все-таки это практика, очень важна практика. Лингвистика — это все-таки face by face. Гуманитарий тоже. Но вот дистанционное не люблю, виртуальное я пока сомневаюсь. Мы посмотрим, что будет дальше. Расскажу в следующий раз о данных экспериментах. Для детей в Уфуме и Канте целое огромное немецкое здание, спортивный зал переоборудован в анавариум. Коллеги там были, видели. Двухэтажное здание, мишки, микроскопы, оборудование, все разделено лабораторией. Пожалуйста, работайте, занимайтесь. Химия, генетика, биология. Самая крайняя вот эта вот комнатушка, где больше всего сейчас видно детей, — это нейронауки. Это наши нейропилотирования, это ЭГЭ, это обучающие программы, биологическая обратная связь. Но, в принципе, даже вот по распределению детей можно понять, где они интересны. Не красиво же, не сложно программирование, математика. Не сразу изучение головного мозга, но они на это идут. В принципе, чтобы вас больше не задерживать, это у меня все. Благодарю за внимание, готовы ответить на все ваши вопросы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, Лорен Краус, страх физики, свирический конь в алкоме. Так, задавайте вопросы, вам будут четыре сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, пожалуйста, какие названия новых профессий в связи с вашим предложением содержания в презентации существуют сейчас? А есть ли перспектива работы у наших студентов, школьников в этих областях, которые вы перечислили много? Мы не знаем этих названий профессий. Спасибо за вопрос. Вы знаете, у нас есть магистратура нейронауки, но общество еще пока не готово, хотя нейронауки есть. Поэтому профиль остается прежним. Биология, физика, химия, математика. Но специализация именно в той области, в которой они обучаются. Где они могут работать? Психология, прикладная психология, физика, робототехника. Смотря что они выберут, в стране биологии они пройдут весь курс нейронауки вплоть до изучения клеток головного мозга. Это клиническая любая практика. Ну, конечно, без диагнозов, без всего. Просто лабораторное дело, лабораторное исследование. Дети востребованы, но пока... Студент, простите. Но пока достаточно молодое направление, очень много остается словоглобой в науке. Мне это нравится. Меня это радует, потому что я сама занимаюсь наукой. Тем более, правдовое обеспечение нам позволяет это сейчас. Россия вкладывает деньги в научные разработки, которые соответствуют последним достижениям развития всего мира. И у нас очень много детей сдаются в наших научных лабораториях и работают с нами дальше. Они сами выбирают. Актуальны ли проблемы с сетевым взаимодействием в Вашей ОПФО? Очень актуальны. Абсолютно актуальны. Хотя бы в силу... Например, регион Санкт-Петербурга. В силу географического положения. Извините, не расслышу вас. Последнее, что вы сказали. Ну, например, регион Санкт-Петербурга. Ну, насколько взаимодействие... Я поняла, поняла. Но взаимодействие с сетевое... Если сетевое взаимодействие рассматривать с точки зрения того, какой оно должно быть, это обмен студентами, обмен опытом, проведение совместных исследований, то у нас касается только последнего. А проведение совместных исследований, обмен студентами в рамках федеральных вузов... Почему-то у нас... Понимаете, в Питере... Химико-биологический институт в Питере, Центральный питерский вуз, физика очень сильная, биология тоже очень сильная, но, тем не менее, почему-то у нас такая практика сложилась, что мы работаем в Семейном Сибирск, в один городок. Это уже история и геополитика, мы взаимодействуем с европейскими институтами и университетами. Мы... Вы знаете, нам Питер нужен, я бы так сказала, но я не думаю, что мы нужны Питеру. Может, не хорошо, как мы с вами внимались, просто вы сказали, что у вас совместная деятельность какая-то, да, совместные проекты какие-то? Да, конечно. Подробнее можно? Это физика, это не детишки. С кем? А в Политехническом университете, Центральный питерский вуз, и у биологов... Я могу шуметь, институт биофизики, по-моему, клетки обещают чего-то. Спасибо. Не за что. Спасибо за вопрос. Скажите, пожалуйста, финансирование вот этих совместных студенческих, магистрских и ученических программ откуда что берется? Очень острый вопрос, очень хороший вопрос. На самом деле, до прошлого года мы не нантировали своих научных грантов, хотя это несколько нецелевое использование денежных средств, не важно. Мы платили это под целевое. Но с прошлого года, в прошлом году я написала заявку, оказывается, в Министерстве образования каждой области есть деньги на сетевое взаимодействие школ и университета. Да, нам открыли глаза наш министерство, сказала, что они есть, и сказала, что вы что не знаете, у нас на сайте объявляются гранты, как и у всех. Мы их не знали, мы узнаем, что за три дня до окончания я написала заявку, и мы получили 800 тысяч на год с правой пролонкации. Эти деньги как раз и идут на обеспечение расходного материала не раз, и не все преподаватели готовы как-то и туристически работать здесь, но понятно, она абсолютно, это все нормально и на зарплату преподавателя. Это пишет университет, а не низшее школьное учебное средение. Это пишет более высокое, да, по статусу? Участвовать в этом гранте может кто угодно. Там надо смотреть в логу же. И школа тоже, по условиям грантов. Более того, есть гранты, в которых университет не имеет право участвовать, а школа может. Это надо смотреть. И сейчас у нас, кстати, знаете, вот полезная минутка, да, я отпишу заявки на гранты, я знаю все системы, нацпроект по образованию. Просто в гугле наберите, посмотрите, очень часто объявляются конкурсы, очень много конкурсов и очень хорошо финансируются на проведение мероприятий, на обучение, на проектную деятельность, на взаимодействие школы и вуза. И не очень афиширует себя данный проект, тоже случайно завязка, увидела 15 миллионов грантов, на три года. Мероприятия, взаимодействие школы и вуза, целевые показатели. Это количество детей, победивших в Олимпиаде или занявших первое место на конференции, и деньги соответственно на зарплату, на расходный материал, на командировку, на транспорт, на проживание своих детей. Очень хороший проект. Почему нет? Конференцию провести совместно с вузом, вы можете провести любую конференцию. У вас вузов, не то, что у нас, у нас эти проблемы, все школы идут к нам. У вас достаточно, у вас свобода в руках. Очень хороший проект. Да нужны вам вузам, вы не понимаете. Вы им нужны. Особенно сейчас. Сейчас дети будут поступать в 97-98 год рождения, демографический спад. А в вузах зарплата преподавателей зависит от количества детей, которые поступили на бюджет и более того, на контракт. Два в фонд. Контрактное и бюджетное обучение. И теперь вузы, они просто, они скоро дойдут до того, пока они будут поступать из нулевых годов, когда начали материнские капиталы. Вот это вум, бэби-бум у нас был в нулевых, вторых и четвертых годах. Это будет спад. Это реальный спад у нас сейчас. Уже набор очень маленький. Мы что-то не делаем. Мы сейчас, даже все университеты, соревнуются с собой красивыми сайтами, завлеканиями, господи, браслетиками, а почему мы со школьниками работаем? Во-первых, потому, чтобы себе создать базу работать со своими студентами. Ну, в том числе, потому, что еще и интересно. Это уже первой причиной было, что нам надо привлечь нашего битуриента. А потом уже мы как-то в это втянулись и вязались. И вот эти вот цыплята теперь все время у нас на химико-биологическом институте бегут. Вы нужны вузам, вы не понимаете, что, в принципе, сейчас... Я, конечно, и на Питер. Я помню революцию. Я ни в коем случае не хочу на власть, чтобы в руках школы сейчас, а не в руках грузов. Если вам просто будут... Нет, к сожалению, только финансовые вопросы, но и очень сильно меня волнуют. Треть, потому что я давно работаю с детьми именно для подготовки проектов конкурсных проход. Мы выходим на разные конкурсы, но иногда финансово родителям конкурсовая недоступна. Что бы мы посоветовали, в каких областях можно промыслить, чтобы ребенка из не очень богатой семьи отправить на конкурс, который минимальный стоит 10 тысяч, плюс дорога, максимально неограниченно. Эта проблема достаточно острая, но это проблема не ваша, а директора школы, на самом деле, и Министерства образования. Но, к сожалению, знаю это прекрасно, и располагаю той информацией, которая есть у меня, что у директоров школы есть свой фонд, особенно у которых школы достаточно разные, в гимназии, в лице и финансируемые. Что Министерство образования может выделить квоту любой школе на поездку и проживание ребенка, занявшего первое место, располагая, опять же, этой информацией, мой ребенок поехал в Москву с моей деньги, в смысле, мой, мой школьник. Потому что это семь кругов ада. Бюрократия, она убивает, бумажная бюрократия, поэтому мне проще заплатить деньги из кармана, с грантом, как угодно, чтобы ребенок поехал и не связываться вот с этим совсем. Я прекрасно понимаю. Но самый лучший выход, любой выбор, любое положение можно исправить своими руками. Опять же, это только гранты, только написание и участие в конкурсах. Не более того. Заявка, заявка, заявка. Я написала семь заявок, пока я делала грант на 85 миллионов. Это неблагодарное дело на самом деле, но оно того стоит. А потом, когда вы научитесь писать заявки, недостаточно просто. Вот, пожалуйста, моя почта. Если хотите, пишите пример заявки на школьный конкурс, на любой сброшь, это не проблема. Просто посмотрите, какими языком это все оформляется, вставите свои данные и участвуйте, ради бога. Комментируйте образование на самом деле и все зависит от вас. Еще вопросы есть? А вот дети, которые занимаются у вас, они, сейчас можно уже сказать, как они дальше сбавляются их судьбами? Наупа, а на основном, а на тот и все. Только один мальчик поступил у нас на фитинг-голл в Питер, а остальные у нас маленькие еще. Я же говорю, у нас вот второй год. А те, которые нам технологиями занимались, к сожалению, я не знаю, я ушла из физики на кимико-биологический институт. Но периодически знакомые фамилии, вот, в анонсах конференции я вижу. и рада. Есть вопросы еще? Ну, тогда желаем вам... А можно и книжку? Да, чай-да, книжку. Я хотела бы... за наболевшее подойти к фирму, да? Потому что этот вопрос вам будет все. За финансирование. Спасибо за вопрос. Спасибо большое за внимание. Очень рада была всех видеть. И, да, и в программке с нашими контактами можно подойти получить и сертификаты тоже вот на приходе. Пожалуйста.